Нас паривают первый день, медальный день. Сейчас на татаме вызваны представительницы весовой категории до 48 килограмм. На нашем татаме борется Кубеева, представительница сборной Узбекистана. Она борется с Марией Персидской, представитель Российской Федерации. Марией Персидская Марией является бронзовым призером первенства Европы до 23 лет 2013 года. Проводит вторую атаку, пока оценок нет. На втором татаме у нас борется представительница Казахстана Подрядова. И борется она с Лазаровой Аланой. За Подрядову уже ведет оценку Юка. Что сказать? Турнирная сетка у девочек, конечно, не столь велика, как у спортсменов в мужской части. Но, тем не менее, девочки борются. Еще раз напомню, что этот турнир является отбором, первым этапом отбора к первенству Европы. И здесь выступает восьмерка сильнейших спортсменов в каждом весе. Тренеры сборной команды страны, большой тренерский штаб. Бранин, Дегтярев, Шишкин, Космынин просматривают спортсменов и спортсменок. Подготовки, в дальнейшей подготовке для отбора команды на чемпионат Европы. Ну, что сказать, это первые из многих турниров, будут еще старты. И на сегодняшний момент доминанта присутствует, конечно, российских спортсменок. Но я посмотрел в части девушек, потому что не все соревнования мной были просмотрены. Особо несколько финалов россиянки уступили. Ну, на сегодняшний момент, сейчас мы смотрим, у нас борется Кубеева-Персидская. Параллельно борется у нас Лазарова-Подрядова. И финал вышла Нахаенко, представительница Белоруссии. И Анна Дмитриева, представительница Российской Федерации. Вот. Значит, идет оценка. Персидская упала. Проиграла Юка. И до этого была наказана Шиду ей дали. Прибавила Кубеева. И осталось две минуты. И, соответственно, в схватке Подрядова-Лазарова, Подрядова ведет оценку Юка. Так. Ой-ой-ой. Хороший подворот у Персидской. Но, к сожалению, никаких оценок нет. Это Кинза, но не более того. Проиграла Маша Зацеп. Уступила оценку Юка. Упала на бок. И сейчас борется. Есть шансы еще. Надо бороться. Надо стремиться к награде. Ну, пока... Пока представительница Узбекистана ведет в эту встречу. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Вот. 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 Это фальш-атака. Я думаю, должна быть наказана. Но этого мало. Нет. Людмила Стратичук, судья международной категории, не дает наказания спортсменке Узбекистана. Персидская бросает. Вазари. Вазари делает Мария подхватом изнутри в правую сторону. И пытается провести Асайкоми. Пытается провести Асайкоми. Ну, голову прихвати. Прихвати голову. Что, нет, пытается перейти. Нет, ситуация не состоялась. Не состоялась ситуация. А в схватке подрядово Лазарова второе Юка сделало подрядово. Вот. И сейчас Алана пыталась провести бросок. Но судья международной категории с Грузией Дзамашвили остановил. Движение было за татами. Персидская повела в этой сложной для нее схватке. Сейчас уже в атаку надо идти. Хорошо высекла сейчас. Хорошая кинза. Вот. И сейчас переходит на болевой. Перейти надо. Ну, развернуться надо. Положить таз. Конечно, извините тут за, значит, советы такие. Конечно, Персидская переходила на болевой прием. До конца не смогла довести ситуацию. Но сейчас остается 39 секунд. Она ведет оценку Вазари. у спортсменки Кубеевой из Узбекистана. Вот. Еще одна оценка. Атака. И переводит в борьбу Неваза. В борьбу лёжа. Персидская остается 25 секунд. Лазарова отыграла одну юка. И три. Три. Шида получила подряд два. Сейчас Персидская приняла защитную стойку. Атакует. Ну, что... Что вы делаете? Да. Конечно, остается 11 секунд. Очень пассивно ведет. Но нельзя так бороться. 11 секунд можно и упасть. Но тем не менее. Да. Подрядова выиграет эту встречу. Выигрывает у Лазаровой представительница Казахстана. А в нашем случае остается 8 секунд. Персидская куда? Опа! Лазария делает на последней секунде Мария Персидская и выигрывает встречу со счетом 10-0. Красивым броском встретила спортсменку из Узбекистана и завоевала бронзовую медаль. А сейчас, уважаемые зрители, мы будем наблюдать с вами финальную встречу. Или как? Наверное, финальную встречу все-таки на Хаенко Дмитриевой. Или у нас по проведению по регламенту будет... Что у нас? Нет, да. Я смотрю, вот стоит белорусская спортсменка. На выводе Вадим Широков, судья всероссийской категории. Оренбург отвечает за выход на татами. Приготовлен подиум для награждения.